Мы знаем, что в Ереване после окончания Второй Карабахской войны вся ставка делается на какое-то международное давление Азербайджан. Даже некоторые представители армянских властей говорят, что мы должны делать всё, чтобы наши позиции совпадали с позицией международного сообщества. Ну, как мы видим, как последние полгода показали, вот это международное давление в лучшем случае может на время остановить какие-то эскалации. Но серьёзных каких-то решений ожидать от давления международного сообщества несерьёзно. В этом плане, да, конечно, нужно было умудриться, чтобы Азербайджан пошёл на такую большую эскалацию, в принципе, унизил российских миротворцев в Лачинском коридоре. И в конце получилась такая ситуация, что это Армения, типа, неконструктивная сторона, и что Армения препятствует каким-то переговорам. Поэтому я думаю, что это всё-таки была ошибкой не ехать в Москву. Можно было бы поехать в Москву и прямым текстом заявить о всех претензиях, которые есть и к российской стороне, и, естественно, и к азербайджанской стороне. Да, и можно было выйти из переговоров, там, то есть, собой ввести туда СМИ, свои, средства массовой информации, или сказать своё мнение по этому поводу, если нужно публичный резонанс, если не решается вопрос. Продолжение следует...